Драть или не драть? Вечный педагогический вопрос. Одни россияне считают, рукоприкладством делу не поможешь. Другие наши соотечественники уверены, ремень наш метод. Но даже сторонники кнута не едины в своем убеждении. То ли пороть пока поперек лавки лежит, то ли следовать принципу, порки все возрасты покорны. Перед сложным выбором оказались и белоглинские казаки. Такая жизнь не смогла повернуться спиной к этой дилемме. Позабыт Дом-2, тоскует по зрителям, пусть говорят. В Успенской нынче даже не добитого экстрасенсов. Который день станичники обсуждают хлесткую новость. Местного казака за неуставное поведение с участи приговорил к порке. Станица разделилась на два лагеря. Одни считают воспитание плеткой пережитком давно минувших дней. Раньше-то это творили, было это. А сейчас-то уже в наше время это уже не надо. Ну да человек, все-таки не скотина человек. Другие уверены, 15 ударов мало. Надо как в старину, раз 50. Правильно, надо было побольше им плетей. Я тут за 100% за это. Надо себя прилично вести, если вас выпустили куда-то. Выпустили казаков в командировку, в Первопрестольную. Там все прошло гладко, но дорога домой не обошлась без приключений. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол. Есть такая народная забава, чтобы скоротать время в пути. Когда сумки уложены и постель заправлена, достается все, что может стать закуской. И обязательный элемент – бутылочка горячительного, а то и не одна. Не стало изменять традициям и пара казаков. Выпили по одной, затем перерывчик небольшой, градус рос. Сейчас спою. Не для меня придет весна, не для меня дом разлиется. А теперь точно спою. Когда на грудь было принято прилично, душа потребовала продолжения банкета. Казаки ринулись в вагон-ресторан. Дорогу перегородила проводница. Горелки дашь? Не, горелки не дам. Ой, дьявол, душа, 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 душа. Ведьма, Люциперова дочка, блудница, бараничий пуп. Это я, бараничий пуп. Отчет о тех негероических похождениях двух казаков на бумаге звучит сухо. Они позволили себе хватать женщину за грудки и грубо выражаться. Ложь и провокация парирует один из антигероев Александр Голицын. Все было чинно, благородно. Естественно, его пивали. Но все было в меру. Никто там не падал, не шатался. Никто никому не грубил. Ей что-то не понравилось. Она подошла, начала нас оскорблять. Потому что она сама пьяная была. По словам Голицына, за время поездки ни одной проводницы не пострадала. Хотя для повелительниц вагона успокаивать буйных стало чуть ли не должностной обязанностью. Пассажиры боятся вообще. Плачут, уберите нас или уберите их. А их убрать невозможно. Они кидаются от меня лично. Они избили как собаку, так что по всему вагону таскали руками и ногами. Когда об этом стало известно войсковому начальству, оно было непреклонно. Наказать. Но как? Когда мы узнали о случившемся, я собрал суд чести. Мы предложили ему, или мы тебя с резком выгоним из казачества, или ты выбирай себе наказание. Голицын, как человек с княжеской фамилией, от наказания отказался. Не каждого можно порудить. И был отчислен из рядов казачества. Не падайте духом, поручик Голицын, корнета Валенской, налейте вина. Второй же дебошир класть погоны на стол не пожелал и лег на него сам. А вы по роли? Нет, начальник штаба. Начальник штаба? То есть вот на этом столе, он получается ложится, да? Вот так. Ну и вот так, да. То есть так и четыре удара было нанесено. Да. Ну а вообще больно били, нет? Нет. То, что били в полсилы, подтверждает районный атаман. Бог не без милости, казак не без счастья. Раза три его, по-моему, ударили. Но и удары эти были не такие, чтобы, знаете, как говорили раньше, засекли насмерть там или еще что. На сегодняшний день даже на заднице никаких отпечатков нет. Ну атаман-то сказал, чтобы задница половала, как пионерский костер. Ну это атаман так сказал. Ну он сказал, но это же не говорит о том, что... Это он так сказал. Историки вспоминают, порга в казачьем обществе – дело обыденное. Бить и родине служить – это традиционные санкции к нерадивым. Наказание палками и наказание службой. Служба рассматривается как один из видов наказания. Затем наказание палками постепенно исчезает. И его место занимает наказание кнутом и плетьми. С психологической точки зрения вы правильно сформулировали этот термин – позор. Особенно если учесть, что в городе, допустим, Екатеринодаре, наказание проводилось на базарной площади. Собиралась масса людей-зевак, которые с удовольствием смотрели, что-то кричали. Наверное, много насмешливых каких-то фраз было. И тот, кого били, чувствовал вполне очевидно, что он чувствовал не только физическую боль, но и, наверное, моральную. В Успенской дебоширы пороли за закрытыми дверями. Но шума этот воспитательный процесс наделал много. Песня того самого казака, который провинился и который согласился, чтобы его выпороли. Так и быть! Ломай меня! Ломай меня сейчас прямо! Ломай! Пари! Что это, традиции или самоуправство, сейчас решает прокуратура? Переполох, которое вызвало воспитание плеткой, белоглинских казаков привел в полное недоумение. В общем-то, я не знаю, почему это так возмутило, как говорится, весь ажиотаж. Исконно казачьи традиции были, есть и остаются одни, единые. Они не меняются уже сколько веков и поколений. Казачьи традиции не перепишешь. Провинился – отвечай. Атаман уверен – порка не худшая из зол. А лучше, если сейчас ходит, извините меня, юбка чуть ли не выше трусиков. Это допустимо, это позорно, это нам, русскому народу, позорище, еще и какое. А для нас, казаков, это даже, знаете, обидно. Алексей Власов, Ангелина Багдасарян. Александр Кащеев, Саняр Гачаев. Михаил Платенко – такая жизнь. Александр Кащеев, Саняр Гачаев, Саняр Гачаев, Саняр Гачаев. Саняр Гачаев, Саняр Гачаев, Саняр Гачаев. Продолжение следует...